В лицо театру, всё-таки в этих юбилеях есть как минимум одно рациональное зерно. Это даёт возможность привлечь внимание самых широких кругов общественности, обычных людей просто, к творчеству наших классиков. И в России, и в других странах. Даёт возможность развернуть под это какие-то программы, если хотите, даже деньги какие-то собрать, что никогда не лишнее, и тем самым сохранить довольно значительный культурный пласт, а самое главное – просветить молодёжь, потому как нужно обязательно рассказывать и показывать. Я вот вспоминаю 70-е годы, когда я в школе учился. Нас довольно много показывали по телевидению фильмов по Чехову. Мне особенно, я помню, запомнился фильм, был такой, в котором играл Игорь Ильинский, причём практически все роли исполнял. Я не знаю, насколько этот фильм было бы сейчас интересно смотреть молодым, но тогда это было явление. Может быть, потому что Советский Союз был очень идеологизирован, у нас почти ничего не показывали такого более острого, но этот фильм по Чехову я посмотрел, наверное, раза три. Не только. Там был целый набор рассказов, в том числе «Злоумышленник», там, где он с этой гайкой, шили шпёрами всякими, этими рыбами и так далее. Это вырезалось в память, тем более я в этот момент читал Чехово и смотрел. Было очень здорово. Это всё равно нужно делать и сейчас. Что же касается поддержки театра, то, конечно, это задача, которая относится к числу приоритетов развития любого государства. И в любом государстве на это не хватает денег. Если говорить о России, то у нас тоже на это денег не хватает, хотя мы стараемся это делать. Сейчас явно ситуация лучше, чем она была, допустим, лет 10 назад или даже лет 5 назад. Всегда будет вопрос о том, какое количество денег спонсорских необходимо и как это коррелировать с государственным финансированием. Я посмотрел сегодня цифры, они меня даже поразили. Я не знал, честно скажу, значит, может быть, министр культуры меня поправит. Я узнал, а, что у нас в стране 600 репертуарных театров, но это, наверное, так. Б, что в этих... Чуть меньше, ну, около 600. Значит, б, то, что в этих театрах каждый год идет приблизительно около 130 тысяч спектаклей, и на этих спектаклях ежегодно в России бывает 30 миллионов человек. Вот если последние две цифры не лукавые, так, Александр Алексеевич? Да или нет? Да, но вот, тем не менее, даже если это немножко, так сказать, туда-сюда двигается, 30 миллионов – это хорошая цифра. Я думал, откровенно скажу, что количество людей, которые посещают театры, у нас меньше. Ну, просто реально думал, может быть, миллионов 10. Значит, и поэтому нужно грамотно выстраивать политику, в том числе финансовую политику, по поддержке театрального искусства, чтобы эта цифра все-таки оставалась в каких-то разумных пределах. Вот как это делать? Это самая тонкая вещь. Пожалуйста, Александр Алексеевич. Надо признаться, вообще, надо сказать, даже не без гордости могу сказать, что я думаю, что сегодня российская публика самая театральная в мире. Это происходит в силу того, что мы отстаем от Запада. И поэтому успех театра сегодня еще связан с тем, что публика еще ходит в театр, просто потому что она ищет там не только развлечения, а какого-то духовного ответа. И это связано еще с тем, что мы где-то живем в середине 20 века ментально, когда театр в Европе, скажем, развивался. Я сегодня вам скажу удивительную вещь, что в Америке, сейчас вообще на Западе, особенно в Англии, в Америке, невозможно поставить спектакль в Лондоне, если там нет звезды. И вот такая известная звезда Джадло, известный красавец, англичанин, его он поставил Гамлет, и с его участником был поставлен Гамлет в Лондоне. И они поехали в Нью-Йорк. И в Нью-Йорке был большой успех, у Гамлета, хотя, я не говорю о качестве спектакля, люди шли. И вот журналист в Америке пишет, что сидела пара, которая пришла в театр посмотреть на Джадло, американцы, и они после конца спектакля сказали, как жалко, что герой умер, а то бы мы пошли бы уже на сиквел, на вторую серию с ним. Вот пришли зрители смотреть Шекспира. Я думаю, что в России не было бы пары, которая пришла бы смотреть спектакль, которая бы не знала историю Гамлета. Это говорит о том, что у нас есть определенный еще запас того, что нельзя растерять. Когда-то Хаксли, по-моему, сказал, что Запад катится в пропасть на Роллс-Ройсе, а Россия едет в трамвае. Вот то, что мы не вполне обгоняем его в этом смысле, это очень важно. Это содержание, которое духовный инструмент театра, его надо беречь. Это очень сложно. Я думаю, что во Франции, это может быть единственная страна, может быть в Германии, где еще театр поддерживается государством. Во всех остальных странах, в Англии, кончился театр, просто кончился. Остался только Вест-Энд, как говорится, коммерческие спектакли, но спектаклей практически нет. И это связано еще и с актерским мастерством. И в этом смысле чрезвычайно важно то, что делают наши деятели, потому что наша театральная школа по-прежнему является лучшей в мире. Сегодня особенно. Это высокого права. Венитаром пытаются совратить и столкнуть с пути есть на Табакова, там туда, на запад и так далее. Потому что у нас колоссальная школа. Эту школу нельзя потерять. И школу, и этот театр нельзя потерять. И поэтому я думаю, что это очень важно, что мы собрались здесь. Очень важно, что вы нас слушаете. И очень важно думать о том, как не потерять тот духовный инструмент, который кино уже практически, а уж телевидение тем более, потеряло. В театре осталось еще прямое общение. Вот это вера. Это очень важно. И это очень важно, что мы собираемся и говорим на эту тему. Позвольте, я буквально две фразы скажу. Развитие того, что Андрей Сергеевич сказал. Осталось прямое общение. Мне не довелось участвовать ни в профессиональных, ни в любительских постановках, слава Богу. Но я довольно много читал лекций в своей жизни. Сейчас можно получить информацию в интернете, можно послушать лекцию через интернет, через телевизионные средства, а можно послушать в зале. И вот та лекция, которую читаешь в зале, она навсегда врезается в память лектора и тех, кто слушает этого лектора, если это не бездарь законченной. А то, что ты смотришь по телевизору, это совсем другое или в интернете. Поэтому вот эта, мне кажется, специфика говорит о том, что всё-таки, несмотря на все сложности, театральное искусство в этом смысле, оно всё равно бессмертно. Оно всё равно никуда не денется, и это просто совсем всё другое. Сейчас появляются новые технологии, но аватар никогда не вытеснит театр, даже несмотря на то, что это очень красиво. И это очень сложно и очень дорого. Поэтому я думаю, что этих-то опасений быть не должно. А вот в отношении зрителей, здесь Андрей Сергеевич прав, я не знаю, живём ли мы в середине XX века по ментальности, люди, которые живут в России. Но то, что некая классическая база ещё пока остаётся, это хорошо. Хотя я не уверен, что все приходящие в театр, скажем, на Шекспира, на Гамлета, знают эту пьесу, сюжет, поэму. Но, может быть, это и так, тогда это было бы совсем хорошо. Но в любом случае, вот этот отрыв, мне кажется, если у нас есть для этого возможности, а они у нас для этого есть, нам точно нужно сохранять, в то же время преодолевая разрывы в других направлениях. Спасибо, господин президент. Ну, во-первых, для меня большая честь быть здесь, с вами, за этим столом. Это действительно необычный день по разным причинам. Ну, во-первых, для меня, как для актрисы, чрезвычайно важны эти поездки и вот эти места, которые я посещаю. Мне повезло, я играла в Платонове Чехова под руководством господина Насалья. И я была в Омске, я видела холод на улице, но тепло душ. Мне не понравилось, как я играл, мне хотелось бы снова сыграть. И театральная история...